Волейболистка Благодарна родителям моим и всем, кто писал, звонил, поддерживал. Спасибо большое Виктору Сергеевичу, потому что если бы в том году он не поставил меня в площадку, у меня бы не было сборной. Отметил триумфальную победу Амички и первый заместитель министра спорта Дмитрий Крикорьянц. Я считаю, что это достаточно знаковая вещь, потому что с 79-го года подобные медали представителями омского волейбола женского не привозились в наш город. В 79-м году Елена Артюшенко в составе сборной команды СССР, молодежной, не юниорской, как Ксюша, в Мадриде завоевала тоже золото. На пути к победе россиянки обыграли соперниц из Германии, Сербии, Италии, Словении и Греции. Блокирующая Плегунова очков не набрала, хотя выходила на замену почти во всех матчах. Наверное, было тяжело настроиться, потому что в предварительном этапе мы проиграли Сербию 1-3. Вот эта победа 3-2, мы доказали, что мы можем, что мы сильнее, переломили их за счет характера, потому что в пятой партии они уже не смогли сопротивляться, и мы выиграли со счетом 15-7. Это достаточно большой разрыв для пятой партии. На сегодняшний день главная цель Ксении и других участниц молодежного клубного состава «Амичка» пройти отборный чемпионат мира, который состоится в Перу в конце этого лета. Подготовка начнется в июне, с 3 июня. Планируется на базе «Горизонта» в Москве. Будем готовиться первым, что это российско-китайские игры, потом олимпийский фестиваль в Тбилиси. И, конечно, самое главное соревнование – это чемпионат мира. Задача перед национальной сборной, пускай и юниорской, ставится всегда самая высокая. По словам омских специалистов, помимо Плегуновой, российскую молодежную сборную могут пополнить еще две омские волейболистки. Впрочем, конечное решение остается за главным тренером молодежной женской команды страны Светланы Сафроновой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!